Ну что ж, Катя, выпуск у нас праздничный. Только что отметили Рождество, впереди Новый год. И как вы думаете, с чего лучше начать? Ну, мне кажется, Николай, стоит начать с новостей о добрых делах. Ведь именно праздники отличный повод сделать подарки не только родным и близким, но и людям, которые в них действительно очень нуждаются. Согласен, Катя, отличная идея. Тем более, что мне даю лось побывать минувшее воскресенье на благотворительном спектакле, который организовал широко известный на Кипре благотворительный фонд Кипаки. И познакомиться с исполнительным директором этой замечательной организации Сусеной Сафаклеус. Ну, тогда рассказывайте и показывайте, конечно. Уверена, это будет очень интересно. Давайте посмотрим сюжет. Культурный центр района Мезогетония собрал в этот день благодатную публику. Отдавали классику, детскую версию девочки со спичками Андерсона. На сцене были юные актеры из студии Полины Андреевы. Зрители очень внимательно наблюдали за сценой. Многие тут же снимали и выкладывали в социальные сети. Это третий год, который мы предпринимаем. И в этом раз наш фонд хочет помогать семье из матерей, из одиноческих матерей через их организацию. Сказка «Добро обычно побеждает зло» — это закон жанра в настоящей жизни. Чтобы творить добрые дела, необходима организация, солидные следствия, готовность больше отдавать, чем преодолевать. Фонд Кепаки — это благодарительный фонд, созданный Андреасом Софоклеусом. Из момента основания фонда в 2008 году мы проводим разные мероприятия и программы. Программы поддержки студентов, школ, семей с особенностями, нуждаются. И мы также делаем разные мероприятия, которые имеют культурные и гуманитарные значения. Присоединиться к добрым делам фонда Кепаки и стать другом Кепаки несложно. Достаточно зайти на сайт софоклеусфундейшн.орг, заполнить форму и отправить ее на адрес фонда вместе с символическим пожертвованием в 10 евро. Отличное занятие для рождественской недели. С праздником! Счастья, здоровья, любви! И чтобы мы никогда не потеряли надежду на лучшую миру.